Музыка 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 Браво, браво! В эфире утреннего экспресса выступали участники ансамбля «Тюрагай» из села Сосновская Каменского округа под аккомпанемент председателя Центра Удмуртской культуры Свердловской области Урал-Кинеш Григория Шамшиярова. Спасибо огромное за такое яркое выступление. Совсем скоро коллектив выйдет на сцену Свердловского государственного областного дворца народного творчества, где пройдет областной фестиваль культуры финно-угорских народов «Уральская Финно-Угория-2023». Подробности узнаем у заместителя генерального директора Дворца народного творчества Ольги Барматовой. Доброе утро! Доброе утро! Ольга, мы знаем, что фестиваль областной финно-угорских народов состоится в этом году уже в 14-й раз. Совершенно верно, да? Появились ли какие-то традиции, правила у этого фестиваля? Ну, действительно, фестиваль уже с историей, и традиции свои есть. Традиционно фестиваль проводится под патронажем Министерства культуры Свердловской области. Традиционно в фестивале принимают участие любительские, то есть самодеятельные творческие коллективы со всей Свердловской области. И существует правило, потому что наряду с самодеятельными коллективами мы всегда приглашаем принять участие профессиональный коллектив. Из республик Удмуртской, Мордовской, ну и также республики Морел. К финно-угорским относятся 24 народа, но не все из них проживают на Урале. Сколько вот как раз таких и чем они отличаются? В нашей Свердловской области проживают Удмурты, яркие представители, морийцы, мордовцы, ну и на севере Свердловской области ханты и манси. Таким образом, есть, конечно, свои отличия, потому что вы уже услышали язык. И один из фестивалей у нас был посвящен языкам финно-угорских народов. Также и вера, потому что мы у нас Бог, а у финно-угорских народов это прежде всего поклонение духам, природе, растениям, деревьям. Ну и, конечно же, культура и зритель окунется на фестиваль в эту культуру. Музыка замечательная, я вот здесь держал Таню, потому что она уже рвалась прям в пляс, поэтому действительно спасибо большое за выступление. Как удается сохранять традиции и передавать их из поколения в поколение? Вы знаете, очень ярко будет показана преемственность поколений на нашем фестивале, потому что помимо взрослых коллективов к нам приезжают и детские. Еще можно сказать, что ярким примером сохранения традиции являются территории с компактным проживанием. Например, Марийцев, это Красноуфимский, Ачицкий и Ахтинский районы, где существует еще традиция, более 30 лет там уже проводится праздник народа Мари Агапа Рэм. И вовлекаются не только взрослые, там куча детей, со всех сел съезжаются люди и празднуют этот вот большой праздник земледелия. Так, ну про музыку и танцы мы уже поговорили, а что-нибудь еще на фестивале будет представлено? Вообще существует еще традиция, что на этом фестивале мы привлекаем лидеров и участников национально-культурных обществ Свердловской области Екатеринбурга, один из представителей Георгий Шемшияров. У нас будут представлены национальные подворья, где зрители ознакомятся с бытом финно-угорских народов, с культурой, с национальным костюмом, с кухней, мастера декоративно-прикладного творчества. То есть будет довольно-таки интересно. А что касаемо ознакомления с культурой северных народов Ханты-Манси, мы подготовили фото-выставку. Замечательно. То есть на выставку можно прийти всей семьей, и детям тоже будет интересно? Обязательно, потому что именно для детей мы подготовили в этом году еще один сюрприз. Помимо песен и танцев, у нас будут национальные игры, и дети познакомятся именно с разными играми финно-угорских народов. Так, а подождите, это вот на такой фестиваль наверняка нужно покупать билеты или нет? Все-таки попасть можно бесплатно. Самый главный сюрприз, что фестиваль у нас для зрителей бесплатный. Ну потрясающе. Тогда срочно озвучивайте, куда, когда приходить. Я с большим удовольствием приглашаю всех на наш фестиваль, который состоится в Свердловском государственном областном дворце народного творчества на улице «Фестивальная 12». С 12 часов зрителей ждут песни, танцы, национальные игры, национальные подворья. А в 14.00 представить свою концертную программу государственный ансамбль народной музыки, песни и танца «Тонок» из Удмуртской республики. Потрясающе. А даты? Даты еще разок. 25 ноября, то есть уже завтра, состоится фестиваль «Уральская финал-гория-2023». Ну вот и планы на выходные. Я напомню, у нас в гостях были участники ансамбля «Тюрагай», председатель Центра Удмуртской культуры Свердловской области «Урал-Кинеш» Григорий Шамшияров и заместитель генерального директора Дворца народного творчества Ольга Барматова. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что поделились с нами кусочком настроения такого.